Диастаз – частая проблема, которая нарушает эстетику тела. Обычно люди с диастазом усерднее других качают пресс в надежде стать стройнее. Но, увы, классические методы тут не помогут, а то и навредят. Да, и как бороться с диастазом этим утром нам расскажет массажист Антонина Шедловская. Антонина, доброе утро. Доброе утро. Действительно, диастаз является огромной проблемой сейчас, потому что люди, вы правильно сказали, очень все, кто имеет диастаз, очень сильно и много качают пресс, и что только они с этим не делают. Но на самом деле все просто. Так как диастаз – это расхождение, растяжение апонефроза белой линии живота, и нам надо работать именно с этим местом. То есть пресс качать при диастазе нельзя? Пресс можно качать, но надо знать, как качать пресс, и что при этом делать, что включать и что выключать, какие мышцы. Вообще говорят, что единственная причина появления диастаза – это беременность и роды. Так ли это? К сожалению, нет. Да, действительно, беременность является главной причиной диастаза. Но основной причиной формирования диастаза является давление на брюшную стенку. Этому может способствовать ожирение, этому может способствовать чрезмерная физическая нагрузка. Это я говорю про мужчин, не только про женщин. А также грыжа белой линии живота и пупочная грыжа. Это вообще может быть и врожденно даже. То есть вы сказали, и у мужчин тоже бывает диастаза? Обязательно. Много таких мужчин мы видим на пляже с такими большими животами. Принято это живот называть пивным или кортизольным, но бывает совсем не так. Ну вот мы и выяснили, что Антонина бывает часто на пляже. А помогут ли упражнения убрать? Ну вот если не качать пресс? Да, основной нашей целью выключить прямую мышцу живота и включить боковые мышцы, диафрагма, тазовое дно и мышцы вдоль позвоночника. То есть, условно говоря, мы другими мышцами... Сформируем каркас. Плюс конкретно моя методика построена на подключении в эту всю систему тейпов. Вот давайте поподробнее о вашей системе. Потому что наши зрители, например, с диастазом, может быть, некоторые не знают, что у Антонина есть свой метод борьбы с диастазом. Этот метод направлен не только для борьбы с диастазом, но и для формирования талии и красивых животов. Я его создала, сначала проэкспериментировала на себе. На сегодняшний день моя талия составляет 58 сантиметров. При этом я рожала, при этом мне 40 лет, через два месяца. То есть можно не заниматься в тренажерном зале? Нужно и заниматься в тренажерном... Нужно выбрать именно ту силовую нагрузку, которая вам подходит. Не всем подходит и тренажерный зал, не всем подходит и, скорее всего, моя методика, и, скорее всего, массаж. То есть все надо выбирать самому и смотреть индивидуально. Ну, хорошо. Если, например, человек не хочет идти к массажисту, может, он стесняется. Дома, в домашних условиях он может бороться с диастазом? Обязательно он может бороться с диастазом. Мы можем бороться, опять же, по моему методу, где мы тейпируем живот, плюс подключаем упражнения и самомассаж. Либо человек может дома бороться просто упражнениями. Наша основная цель – отключить прямую мышцу и включить, как я уже говорила ранее, боковые мышцы, мышцы диафрагмы, тазового дня, дна и вдоль позвоночной мышцы. А как диагностируется вообще он? Человек может самодиагностироваться из определенного положения. Мы напрягаем живот и проверяем от пупка 2 см вверх, 2 см вниз. Если у вас там провал, то у вас есть диастаз. Но есть моменты, из-за которых диастаз неизбежен. Это кесарево, это многоплодие, если у женщины более двух детей, это грыжа и грыжа белой линии живота. 100% при этих случаях будет диастаз. А можно ли диастаз перепутать с какой-то другой болезнью? Нет. То есть? Можно перепутать его наличие. Так. И тогда лучше сходить к хирургу. Вот это хирург определяет. Вообще определяет это хирург, да. Не массажист. Есть узи… Нет, не массажист. Это определяет хирург. Можно сделать самодиагностику, но если есть какие-то действительно вопросы серьезные, лучше пойти к врачу. Но это не смертельно. Это никак не смертельно. К сожалению, в будущем, если диастаз не корректировать, не работать с вот этими вот мышцами, как-то сказать, каркасными живота, мы можем наблюдать опущение органов, у женщин выпадение матки и как бы все. Ну, то есть лучше этим заняться вовремя. Лучше это предупредить, да. Ну и эстетически это некрасиво. Потому что почему я стала этим заниматься, я создала эту технику 5 лет назад, а до этого ко мне приходили просто толпами женщины, мы худели, но при этом животы оставались. И мы не понимали, что к чему, почему. И тогда я стала выяснять, и выяснилось, что если работать по определенной схеме, то это приносит огромный результат. Он, живот становится площади и формируется талия, даже у тех, у кого ее абсолютно не было. Ну и сколько времени понадобится, чтобы избавиться от диастаза? Это надо делать всегда. То есть нет какого-то там золотого метода, который раз и навсегда вас избавит от этого? Нет, это мышцы. Мы должны понимать, что это мышцы. Как и мышцы ягодиц, да. Мы накачали, месяц уходит для того, чтобы сформировать каркас, а потом это надо поддерживать. Поддерживается это одним-два раза в неделю. Можно просто включать мышцы боковые хотя бы один-два раза в неделю для того, чтобы поддерживать мышечный каркас. По-другому нельзя. Спасибо вам большое. Я напомню, что сегодня в нашей студии была массажиста Антонина Шедловская. Антонина, спасибо, всего доброго. И вам спасибо.